Как организовать работу Керченской переправы и решить проблему очереди обсуждали в правительстве Крыма. Глава республики на совещании с вице-премьером и профильным министром пришли к выводу, что большинство трудностей имеют организационный характер. Сергей Аксенов дал поручение максимально оперативно сделать все, что зависит непосредственно от республиканских властей, а в остальных вопросах наладить переговорный процесс с Сочинской транспортной дирекцией, о чем еще говорили на встрече наш видеоматериал. Керченский рыбный порт Дальше будет больше. Один причал мы уже получим в этом году, он изготовлен и в рамках утверждения проекта будет поставлен до конца этого года, как я ранее говорил. И вот эти два причала, проектируемых уже в этом проекте, будут установлены до навигации следующего года, до апреля месяца. Средства на причал южной стороны запланированы в федеральной стрельевой программе. И по этой проектной документации они будут использованы, и этот причал будет построен. Данный причал, который находится в северной акватории паромной переправы, будет построен за средств инвестора. И сегодня уже идет проработка соглашения о реконструкции паромной переправы, потому что мы перераспределили денежные средства из железнодорожной аппарели и направили их на береговое укрепление. Средства инвестора будут потрачены на береговое укрепление и строительство дополнительно четвертого причала в акватории Керченской паромной переправы. Тем самым мы одновременно получим швартование в акватории Керченской паромной пяти автомобильных паромов и двух железнодорожных. Шесть паромов, которые работают сейчас, и так отличный показатель. Глава республики привел в пример остров Сицилия. Его население почти 6 миллионов человек, и там паромное сообщение осуществляется двумя единицами. Причем каких-либо нареканий на отсутствие оперативности нет. Первый шаг такой транспортной идиллии в Крыму – создание правильного расписания. У нас по сегодняшней информации, путем проведения хронометража по отправлению паромов, мы понимаем, что загруженный паром еще стоит около полутора-двух часов со стороны порта Кавказ, при том, что ему 20 минут идти с одной стороны на другую. Ситуацию необходимо устранить немедленно путем организационных мероприятий, стыковки с федеральными ведомствами. Второе – это вопрос, который один из самых главных – это снижение стоимости перевозок для грузового транспорта. Мы считаем, что ситуация необъективно завышена, ценовая политика формируется по непонятным мне причинам и схемам. В данном случае готовьте на вице-премьера правительства РФ Николаевича Казака за моей подписью письмо с тем, чтобы финансовая инспекция проверила деятельность Сочинской транспортной дирекции. К динамике работы Керченской переправы со стороны правительства теперь будет еще более повышенное внимание. Урок первого в составе России курортного сезона должен быть усвоен, и ближайшим летом ситуация транспортного коллапса не повторится. Крымская власть сделает все от себя возможное, а дальше есть два пути. По-хорошему, когда к инициативам правительства Республики на деле прислушаются федеральные профильные организации, или по-плохому, в этом случае воздействовать на нерадивых партнеров будут уже на уровне руководства страны. Валерия Назирян, Игорь Демидов, Андрей Трещук. Время новостей.